ну хорошо тогда начинаем значит о чем я расскажу приблизительно олег уже изложил вот но на самом деле не прослушав весь доклад вы так и не поймете о чем же я собирался рассказать вот я на самом деле нифига не фронтендер вот но зато постгрессист но я немножко знаю javascript вот и как свое время был разработчиком fullstack тогда был немножко другим чем сейчас вот поэтому js я понимаю там еще кое-что знаю но в общем посмотрим я тем не менее говорить в основном буду о постгрессе понятно что я не собираюсь учить вас здесь javascript вы его наверняка знаете на порядок лучше меня вот но тем не менее буду говорить об этом прекрасном лепном языке вот который мне даже немножко нравится таков уровень но я попросил организаторов этого мероприятия провести там небольшой опросик среди тех кто собирал собирался на вот этот воркшоп сколько из них вообще работала с базами данных и сколько работала с подписами я понял что подавляющее большинство работало уже или с подписом или с базами данных хотя бы какими традиционными базами и поэтому я уже могу предполагать что язык SQL люди знают это изначально вот постановки задач для этого воркшопа считалось что даже и SQL люди не знают вообще базах данных не слышали вот поэтому я решил с одной стороны опираться на то что SQL вы знаете и о подвесе уже немножко слышали и пользовались им но вместе с тем я расскажу и какие-то фундаментальные базовые вещи которые может быть и всем известны но тем не менее я сделал акценты которые считаю важными и те кто хочет что-то там у себя инсталлировать то они могут за время пока я говорю общие вещи может это дело инсталлировать вот на самом деле кроме постгресса если кто хочет практиковаться то вот желательно установить две вещи это plv8 это процедурный язык javascript внутри постгресса если у вас постгресс раньше десятой версии то тогда вы скорее всего найдете пакеты с plv8 вашим любимым дистрибутивом linux если у вас постгресс более 11 версии то задача установки plv8 становится нетривиальной я не уверен что у вас сейчас есть время это делать вот поэтому проще поставить 10 подвесе тогда вы сможете взять плв8 из пакета сразу вот но и на в конце у нас будет немножко программируем на ноде gs совсем чуть-чуть поэтому хорошо бы что у вас был модуль он так и называется пиджи который вы можете через mp mpm себе установить вот но собственно все особо больше ничего нам не нужно поэтому поехали но немножко обо мне на самом деле я очень старый программист я практически здесь почему-то написано 94 года на самом деле это не так я начал программировать еще раньше восемьдесят седьмом году когда это было самое заря преподавания информатики в школах и тогда мне досталось совершенно он помрачительная задача который тогда казалось простой составление школьного расписания и мы с товарищем на бэйсике тогда без каких-либо баз данных пытались написать программу которая составляет расписание но между делом сделали базу данных in memory естественно вот там разобрались как по ней быстро искать это было прикольно познавательно у нас ничего не получилось но зато мы научились программировать по тем временам как звери вот и соответственно сейчас так получилось что за время своей жизни остановился все более и более узким специалистом и вот сейчас я занимаюсь исключительно базы данных позже но там помимо нескольких гуманитарных проектов и вот собственно о постгрессе в основном и знаю что то поэтому значит если я буду говорить что-то дикое для вас джаваскриптисты не обижайтесь зато я буду говорить разумные вещи о постгрессе вот соответственно о постгрессе в целом значит мы поговорим о джейсоне в пользу все потому что на мой взгляд это важнейшая вещь именно если рассматривать постгресс до фронтендеров или вообще для веб-систем вот и обсудим вопрос как программировать на постгрессе если вы знаете джаваскрипт оказывается достаточно знать этот язык чтобы делать полноценное приложение и клиентскую серверную часть и в том числе хранимая процедура других языков знать не обязательно разве что sql но это такой специфический язык может быть не совсем не совсем язык программирования вот ну хорошо значит подробнее вообще с убд система управления базами данных хорошо бы представлять себе что это такое потому что фундаментальное представление об этом она дает вам возможность правильных использовать вы знаете для чего нужна религиозная особая для чего нет вот надо понять собственно какие у постгресса есть достоинства недостатки некоторых из них мы с вами сейчас поговорим до вступительной части вот значит ну как установить постгресс я здесь написал на самом деле решил об этом не говорить потому что когда узнал о том что 70 процентов 75 процентов уже его устанавливал вот значит напишем действительно ноды gs вот посмотрим поговорим об общих принципах то есть на самом деле всегда когда я буду показывать что-то конкретно я буду еще говорить каких-то общих принципах которые имеют к этому какое-то отношение с тем чтобы значит разбавлять практику теории чтобы и практикам и теоретикам было не очень скучно вот значит поэтому не думайте что это план и порядок изложения порядок другой и в общем немножко перемешанный вот значит давайте поговорим о том что такое база данных для начала вот потому что без определения понятий ничего нельзя сделать вот значит и так база данных я предпочитаю считать базы данных вот то что написано здесь на слайде вот но это база данных широком смысле самом деле их очень много разных но ключевым моментом для меня является то что есть структуру то есть это не совсем бесформенная куча данных вот это что речь не идет об аналоговых данных а именно цифровых то есть которые разбиваются на нольки единички вот но как правило для того чтобы понять что такое база данных всегда нужна какая-то программа с которой через который мы работаем с этими данными то есть с убд и вот если к этой базе данных к этим данным у вас есть с убд это тогда это база данных иначе это просто что-то если по сути дела получается определение немножко рекурсивное что база данных это с чем работают через систему управления базами данных но на самом деле в жизни много чего рекурсивного вот окей значит что такое революционная база данных тут опять же как везде есть слой теории и слой практики в семидесятом году вышла статья кода такой человек значит который потом получил премию тюринга за это дело который сформулировал как раз и теоретические основы революционных баз данных вот очень интересная статья и даже можно почитать вот но хотя целиком почитать и наверное многие смогут но в принципе да культурный человек это полезно вот на практике же от теории мы немножко ушли и в революционных базах данных как правило есть что-то еще помимо чисто теоретических этих вещей вот на практике революционными базами данных считают базы данных которые состоят из табличек известных при этом крайне желательно чтобы они поддерживали еще транзакционность который называется пейсид пейсид придумал другой человек уже не кода другой известный человек об этом тоже написано в характерной статье ссылочка на который здесь есть вот и тут до нас даже важно немножко да но еще на практике важно еще что чтобы база данных поддерживала язык sql конечно сейчас сql база считаете синоним революционная база вот хотя революционная база появились раньше чем язык sql я это время даже немножко застал для нас важно для тех кто работает с базами но это вас соответственно если вы будете пользоваться подписом важно такое понятие как транзакция транзакция это набор изменений которые базу данных переводит из одного самосогласованного состояния в другое не знает на практике это означает что если например иванов переводит деньги петрову то невозможно такое состояние когда деньги еще списались с иванова на еще не зачислились петрову ну или если он переводит их долго то тогда значит они в промежуточный момент они должны числиться за каким-то транспортом который эти деньги везет нашим они ни в какой момент не пропадают вот такое состояние когда что-то не доделано не целостное состояние но невозможно вот эйсид это четыре буковки которые означают атомарность консистентность изоляцию и устойчивость или стойкость базы которые означают то что здесь написано вот ну соответственно во всех базах данных это поддерживается немножко по-разному немножко по-разному в подгасе эйсид поддерживается весьма сильно надо что такая штука как изоляция транзакций как правило ее поддерживать максимально четко очень сложно и дорого технически дорого приводит большим тормозам поэтому в реальности существует уровне изоляции разная и степень изоляции которая нужна для каждого конкретного приложения программист выбирает себе сам ну вот подгасе реализован один из самых высоких уровней изоляции среди революционных субэдэ но бывает уровень есть нем уровне и пониже все их в подгасе 4 об этом можно почитать доки сейчас детально об этом наверное не стоит говорить вот значит что такое язык sql но опять же я считаю что все знают но вот значит не все знают что он делится на части и это деление кстати не люблю значит ddl data definition language и команды которыми вы создаете таблицы меняете структуру данных dml это язык точнее подмножество языка sql который состоится команды insert update delete которыми вы изменяете данные вот ну и dql это значит язык составляющий из оператора select во всех его разновидностях ну там выделяют еще какие-то части уже немножко второстепенные по сравнению с этим но это деление нам еще понадобится поэтому давайте просто иметь ввиду что она есть она она бессмысленно на самом деле почему потому что в реально сложных запросах запросы разных типов могут перемешиваться и например легко написать insert который содержит себе селект или апдейт или даже содержит себе селект то есть эти классы запросов они не изолирован друг от друга вот ну и наоборот можно особенно с помощью такой штуки как common table expression сети можно и наоборот все легко засунуть insert update или даже делит поэтому на самом деле когда осмысленно говорить о dml и dql не вот таком виде а в виде запросы которые меняют что-то в базе запросы которые в базе заведомо ничего не меняет человек тоже кстати можно написать так что он поменяет что-то в базе вот может можете что-нибудь даже предложить как-то сделать в чате может быть вам за эту плюшку дадут организаторы не знали какие-то плюшки заторы за умные вопросы хорошие ответы нам потом скажут хорошо давайте двинемся тогда дальше значит SQL это декларативный язык этим он хорош и на самом деле этим он обязан своему успеху своему такому всемирному распространения он благодаря этому он хорошо стандартизуется он мало зависит от реализации то есть он грубо говоря везде примерно одинаков поэтому SQL запросы которые хорошо выполняются в одной базе скорее всего они будут хорошо там или с небольшими коррекциями и исполняться и в другой базе вот то что это связано именно с декларативность языка легко доказываться тем что процедурные языки которые как расширение SQL существует вот например там PL SQL Oracle или PLPJ SQL в подгрессе они уже друг на друга совсем не похожи даже несмотря на то что есть стандарт то есть на процедурные языки тоже есть стандарт но в общем всем кроме IBM он это стандарт было значит немножко наплевать IBM компания серьезная и она реализовала стандарт все остальные так на него только посматривали вот но недостатком конечно при этом SQL как декларативного языка является то что машина-то глупая вот и иногда вам надо все-таки сказать не что вы хотите получить а как это надо сделать вот в конце концов на SQL можно описать не все иногда вам надо действительно просто запрограммировать конкретный алгоритм и вот тут вам уже не очень полезен поэтому без процедурных расширений обычно сложных системах SQL чистом виде вы не найдете всегда будут какие-нибудь хранимки процедуры ну или реализация алгоритмов на клиентской стороне но это уже слишком тривиальный случай чтобы тут обсуждать теперь давайте уже в сторону постгресса постепенно смещаться и поговорим о том чем он отличается от других баз данных значит есть две большие части особенностей постгресса первая это гуманитарная с которой мы начнем гуманитарная часть заключается в том что постгресс прежде всего очень хорошо продуман изначально он является плодом научной разработки даже не одной вот и поэтому у него очень хорошо продуманная архитектура можно там спорить правильно она или неправильная по крайней мере четко продумана и не состоит из костылей вот благодаря этому постгресс так долго живет развиваясь в том направлении в котором изначально его толкнули вот при этом он максимально свободен что очень хорошо соответствует как раз в принципу научных исследований вот он не только рожден в науке но и он в общем следует пути науки разработка под без очень похоже на разработку чего-то фундаментальной науки вот соответственно нет единого центра владения все разработчики они делятся со всеми и делятся на максимально свободной лицензии которая позволяет на основе позиции в том числе и другие продукты создавать и никто никому за это не бывает должен вот окажут это все работает исключительно на пользу этот опенсорсный продукт вот значит жил под без примерно так начался он где-то восьмидесятых годах приблизительно восемь шестом сделала его майкл стоунбрейкер тоже будущий лауреат и это он просто сделала для того чтобы опробовать какие-то свои концепции как должны быть устроены база данных и так получилось что это оказался не просто какой-то прототипчик а стал продукт который даже продавался вот но при этом общественности так особо широко известен не был потому что это просто какой-то продукт который университете разработали суда тогда существовало очень много даже в советском союзе мало кто знает но было 20 суда для своих советских то время вот сколько и было соединенных штатах вообще страшно себе представить вот но в девяносто пятом году под без вышел в open source вот уже оказалось что стоунбрейкеру неинтересно его эксплуатировать как коммерческий продукт потому что развивать же надо и пришло время энтузиастов которые когда под без опубликовался в open source и быстро оценили его потенциал и начали принимать в нем участие вот ну и там же в этой компании достаточно быстро оказалось двое русских один из них мой коллега который здесь сидит в том же помещении что я сейчас передаю всем привет это олег бартунов один из первых разработчиков постгресса в мире и соответственно патриарх российского постгресса вот но время энтузиастов шло постгресс развивался становился все лучше и вот его начали живете из компании конечно первыми взялись за него интернет компании где-то начало 21 века уже это была интернет эпоха постгресса когда рамблер у нас первый из известных мне amazon значит потом skype когда он появился взялись за пользу начали его активно использовать внутри себя и конечно же при этом возник и запрос на совершенствование постгресса очень сильный и начал совершенствоваться еще быстрее больше народу взялось за его разработку сообщество росло укреплялось менялись какие-то правила его работы появился гид или какие-то правила что не каждый может комитить вот в общем сообщество формировалось структуризовалась и где-то но наверное с 2008-2009 года можно сказать что наступила промышленная эпоха когда позже с уже даже и на предприятиях и в банках начал потихонечку использоваться но еще не в самых ответственных местах но его 2015 года уже можно говорить что постгресс практически везде сейчас большинство новых проектов в мире связанных с информацией так или иначе использует позже с а то и даже основывается на нем вот значит как такое получилось как вообще почему позже так устойчиво живет почему он смог развиться от научной разработки через опенсорсный продукт и достигнув такого индустриального уровня уже потому что в нем хорошо соблюдается баланс того как обычно разрабатывать open source и того как разрабатывают коммерческий софт вот ну то есть классическая разработка open source это когда разработчики делают то что хотят сами то что они сами понимают то есть мы работаем для себя для таких же как мы для тех кто смог нам что-либо объяснить понятно что в общем упертому программисту не каждый может объяснить его потребности особенно там windows пользователь никогда не поймет программисты на линуксе и наоборот ну вот но всяко бывает вот понятно что у таких чисто опенсорсных разработок на энтузиазме великих программистов них мало шансов проникнуть корпоративный мир соответственно и область их использования будет ограничено это ограничится их совершенствование потому что их тоже будут делать либо на энтузиазме либо между делом огромные ресурсы они не привлекутся вот для компании наоборот компаниям надо продать поэтому они смотрят прежде всего на то что нужно заказчикам и они делают то что нужно заказчикам ну или как они это видят то что они надеются продать скажем так вот но с другой стороны ничего великого таким образом не создашь если посмотреть все великое что было создано в подписи она была именно создана первым способом то есть по инициативе разработчиков но с другой стороны очень многие вещи были созданы в подписи и потому что вопреки скажем так вопреки воле ключевых разработчиков но исключительно как потребность рынка и вот такой вот баланс существует динамически сам себя поддерживает существует это потому что это сообщество подписа то есть если раньше это были просто индивидуалы какие-то ребята которые зарабатывали софт для себя по обычной для них модели когда они делают что хотят вот до того что появились компании сейчас эти компании на самом деле драйвать процесс то есть основные действующие лица сообщества это компании существенная часть из этих компаний при этом разрабатывают для себя какие-то подгрессовые форки вернее для себя до рынка подгрессовые форки то есть производные продукты и идет обмен информацией между обмен кодом обмен идеями между вот этими вот производными продуктами форками и опенсорсным апстрим оказывается это полезно для всех сейчас мы находимся на таком третьем этапе можно сказать когда пользу разрабатывается сообществом состоящим в основном из корпораций но индивидуальные члены конечно тоже в нем есть вот выглядит это сообщество примерно так то есть есть глобусы заселенные программистами и пользователями и есть компании которые тоже где-то рядом с этим глобусом живут одна из них российская это как раз наша postgres pro вот старейшая первая компания которые появились такого типа это американская enterprise деби британский второй квадрант ну и количество таких компаний подрастает тут в прошлом году свою энтерпрайз версию postgres выпустила австрийская компания cybertech fuji su довольно давно но правда по моему не очень успешно делать свой энтерпрайзный postgres вот есть много компаний как-то использует postgres но мало пока возвращают сообщества я надеюсь что они даже свой вклад со временем созрев внесут вот это гуманитарная сторона дела и вот мы сейчас постепенно перейдем к технической уже через графики наш график это что-то переходное между значит гуманитарным и техническим этот график отображает тенденции рынка найма мирового над этим основном американского и единственное что растет здесь вот из четырех обсуждаемых баз данных то есть четырех топовых революционных баз данных это postgres вот видите растет он довольно таки радикально в отличие от всего остального а вот это вот то же самое по российским данным чит по обкравленному хитхантеру можно вот увидеть что постгресс обогнал оракл уже в прошлом году долго обгонял и вот наконец обогнал вот то есть позже действительно то чем стоит заниматься видно что это тренд-современности вот такая концепция что это что позже вообще будет существовать вечно вот об этом есть доклад бруса мамжана возможно когда-то он тоже его прочитает для вас здесь в россии вот а по английски можно его найти на его страничках и так приближаемся уже ближе к технической части я думаю что все кто хотел себе что-то установить уже установили и давай погружаться потихонечку в технику значит погружение будет очень серьезным вот и я уверен что никто не сможет проделать у себя на ноутбуке все что я буду предлагать но этого собственно не требуется потому что не все же будут проделывать и достаточно сложные вещи просто тем не менее полезно если кто может у себя откроет на ноутбуке позже и будет пытаться что-то проделать не только потому что вы успеете больше понять а потому что вы может быть сможете задать какие-то вопросы исходя из того что у вас получилось не получилось и так далее вот значит чем интересен подгресс ну помимо того что это хорошая база которая хорошо соответствует стандартным sql вот такая важная фича для нас сегодня очень важная это то что он хорошо расширяется вот вот наиболее расширяемая база данных потому что это как раз и есть та самая концепция которую заложил него когда-то stone breaker вы можете создавать не только свои однотипные объекты как в обычных базах таблицы там поля индексы если можете создавать свои типы данных свои типы индексов с разными алгоритмами индексации вот вы можете даже создавать расширение которые корректируют синтаксис языка sql вы можете создавать свои операторы например вам не нравится оператор плюс и вы можете написать оператор плюс крышечка который будет какой-то смысл иметь для вас вот недавно появилась возможность сделать свои кастомные движки хранения сторожа вот но это совсем новая возможность она пока еще мало кем используется но за ней очень много чего открывается вот ну вот я говорил про ddl от особенности подгресса весьма позитивно является то что в нем ddl транзакционен и вы можете за одну транзакцию менять и структуру данных и содержание и содержимое базы поэтому вам очень легко на лету организовывать апгрейд своего софта который в этой базе крутится вы можете одновременно и там создать например новую таблицу и создать функции которые с ней работают и заполнить ее данными еще это одной транзакции вот и важной особенностью для нас сегодня является то что postgres прекрасно работает со слабо структурированными данными это следствие его расширяемость и мы сегодня существенную часть нашей встречи посвятимым на слабо структурированным данным вот еще я здесь конечно не пытался перечислить все особенности просто те которые пришли мне в голову именно когда я думал о веб-разработке вот некоторые используют временные таблицы вот я их посвящен использовать например не советую потому что они достаточно тяжеловесные вот еще одна важная особенность которую надо правда в вебе временные таблицы нормальные люди не используют вот а вот что важно для веба это архитектура посвящен именно как сервера архитектура такова что на каждую сессию выделяется один процесс вот и соответственно очень много сесть и поэтому быть не может это это важно и если вы там пытаясь организовать одновременно очень большое количество коннектов к полгрессу там с тысячу или больше то сервера будет от этого плохо это надо учитывать вот ну вот детальнее про фичи полгресса сравнение вам можно по ссылочке посмотреть там после сравнивается с другими базами по очень большому набору фич как стандартных так и не очень стандартных так так дальше но давайте двигаться сейчас сторону слабо структурированных данных значит в классическом эскуэле поля могут иметь значение только элементарных скалярных типов вот ничего сложного там нет то есть целочисленные поля там числа текстовые строки это пожалуйста но вот что нибудь сложнее в классике этого нет но в подвесе давно поняли что это нужно и сделали массивы то есть массива в подвесе есть практически самого начала и очень легко работать с ними при этом хохоча над теми страдальцами из других баз данных у которых массивов нет в 2002 году в подвесе появилась уже некая поддержка таких наборов данных типа ключ-значения хэшей или того что в джейсе называют объектами это тип эйдж-стор который тоже придумали мои русские коллеги вот а где-то с 2014 года в подвесе начала развиваться поддержка джейсона и даже чуть пораньше вот и в принципе есть и поддержка xml она не слишком-то сильно вот этим есть вообще большая проблема на самом деле не 4 xml и джейсона это всего лишь форматы для такого достаточно общего представления о структурах данных и то как мы их видим с вами этот это всего лишь представление будня структура может быть и другой но мы сейчас затронем еще эту тему дальше когда будем смотреть на джейсон чеки и так началось все с массивов значит массива в подвесе есть и пользоваться ими можно когда в 2000 году я работал в рамблере вместе с моими коллегами примерно теми людьми с которыми я сейчас в компании подвес с федором стегаевым с олегом борту новым вот мы тогда встретились такой проблемой что медленно работать запрос запрос был смешной в нем просто джойн был между двумя таблицами через третью таблицу который реализовала связь многое ко многим вот то есть там были новости новости относились к каким-то рубрикам к секциям и новости связывали с секциями через промежуточную таблицу вот и оказалось что узнать все новости все новости получить которые относятся к этой рубрике это запрос с джойном и вот медленно он тогда работал сейчас конечно в подгрессе все сильно поменялось тогда еще был старый подвес шестой сейчас уже тринадцатый на подходе вот и нам захотелось как-то это дело ускорить и мы придумали что можно оказывается множественную связь реализовать с помощью массива вот и сделать индекс на поддержку поиску ухо ахио тогда федор сегаев с олегом борту новым разработали джист индекса так называемая которые позволили оптимизировать индексный поиск вот по такой интересной операции вхождение одного массива в другой или пересечения точнее массивов то есть мы ищем ну и там и вхождение пересечения более сложная потом появились операции значит мы ищем все новости которые относятся к какому-то набору рубрик вот и операция между двумя массивами оказалась благодаря расширяемости пункта пригодна для того чтобы осуществлять по ней индексный поиск до этого пришлось сделать специального типа индекс федор сегаев его гениально совершенно запрограммировал и рамблер ускорился тогда но там на порядок грубо говоря рамблер новости вот после в другом проекте появился это тоже разработка федора сегаева олега бортунова вот дело в том что появилась задача была такая что надо было каталогизировать разнородные сущности то есть в одну таблицу надо было засовывать документы с очень разной структурой у которых есть разные поля вот и разнообразие очень велико но там сохранить на каждый тип документа делал свою таблицу не было никакой возможности из-за большой комбинаторики этих типов документов вот делать максимальный набор полей в одной таблице тоже там безумие потому что там получались тысячи колонок в таблице и поэтому придумали вот такие вот перловые примерно хэшики закладывать ну и конечно заодно федор не мог не сделать для них индексную поддержку с индексом гид чтобы можно было быстро по ним искать 34 достаточно быстро завоевал какую-то популярность в мире и в общем оставался популярным до тех пор пока джейсон его не перебил но джейсон он даже чуть помедленнее работает но зато он многоуровневый вот и стандартное что очень важно вот правда джейсон по первости в подгрессе был медленным поскольку хранился просто в текстовом виде и и лишь где-то в четырнадцатом году но там на рубеже 13-14 года пришло к нашей команде понимание о том что на самом деле внутреннее представление этих данных джейсоновских она очень не обязана быть джейсоном она может быть каким угодно в частности может быть более оптимальный способ хранить эти данные и вот тогда родился такой формат джейсон би значит би с моей точки зрения означает быстрый а не бинарный вот но там есть другие для русскоязычной аудитории еще некоторые другой толкование джейсон б значит приводит как с дебилами но все-таки джейсон би это прежде всего джейсон быстрый вот потому что он позволяет быстро извлекать данные из этого джейсона его не надо каждый раз парсить и извлечение данных из полей которые внутри джейсон чека хранятся она оказалась примерно такой же по скорости как и извлечение данных просто из записи но там чуть-чуть она отстает не радикально вот и как раз с появлением джейсон гарность джейсон начала очень сильно расти а след за ней на сказать популярность возле с и росло это так сильно что через два года всего на все вышел стандарт скул джейсон вот то есть это означает что в стандарте скул 2016 года появилась поддержка джейсона уже как обязательное требование как рекомендуемое требование к базам данных стандарты отписали представители крупных мировых компаний как водится то есть торокол и microsoft они след за этим тоже сделали поддержку джейсона куда они смотрели у кого учились при этом в общем нетрудно догадаться глядя на сам этот стандарт вот здесь был лидером и на самом деле остается лидером по степени реализации этого стандарта сейчас в подбросе двигаясь ближе к практике надо сказать что любой программист который собирается использовать json он должен задаться вопросом какой же использовать джейсон джейсон обычный текстовый или джейсон би потому что в пользу результате получилось два типа данных один джейсон называется другой джейсон би джейсон текстовый и оказалось что есть какие-то странные люди которым важно было именно чтобы джейсон сохранялся как текст текст то есть форматирование вот при этом они ухитряли сделать там дублирующиеся ключи что с точки зрения java скрипта не нужно но зачем-то они это делали вот значит порядок ключей пробелы отступы всякие для чего-то им было вот но вот ради таких людей сохраняется сейчас такой тип данных как джейсон на самом деле есть еще одна причина он все-таки чуть чуть компактнее но правда если например у вас поля короткие значения короткие то тогда в общем разница может быть существенная между занимаемым объемом джейсон и джейсон би но большинство народа все-таки не обращает внимание то что джейсон би чуть побольше он радикально быстрее кроме того там есть индексы и поиск по джейсон би поэтому может быть бы быстрым поэтому вот именно джейсон би он двинул постгресс вперед он же именно джейсон би двинул в те области в те задачи когда нужно хранить данные разной структуры в одном в одном и том же поле таблицы вот но надо понимать что джейсон конечно это формат для передачи данных или для даже для визуализации который понятно дело базируется на языке javascript который в общем тоже для визуализации каких-то алгоритмов предназначен вот и поэтому то что джейсон начали хранить как есть в джейсоне это просто такая вот поспешность или ошибка непродуманность конечно внутреннее представление должно быть оптимизировано именно для внутренних задач а внешнее представление может быть любым хоть джейсоном хоть и к смелом хоть бежал бэйсиком ну вот теперь давайте уже поиграемся в джейсон и тем кто поставил себе подброс уже можно открыть без консольку и попробовать сконструировать объект типа джейсон это можно сделать тремя либо вычислить вот такое выражение то есть напоминаю для того чтобы какое-то выражение вычислить в позже надо набрать select этого выражения например select 2 select 3 или select вот такую штучку джейсон б вот и поздно из превратить текстовую строку в джейсон б вы можете таким образом превратить в текст любое представление есть функции которые позволяют создавать джейсон либо из отдельных полей либо из результатов запроса в базе то есть вы например row to json эта функция которая позволяет вам строку любого запроса любого результата запроса точнее превратить в джейсончик и вот это очень важная вещь для конструирования джейсонов вторая по важности вещь это джейсон build object который создает джейсон из ну который создает джейсон из отдельных ключей и значений собственно как извлекать данные с джейсон для этого есть оператор и стрелочка то есть слева от этого оператора у вас сам джейсончик справа ключ и он возвращает значение соответственно вы можете искать по этому джейсону можете там просто извлекать данные вот есть целый набор функций там на предыдущем слайде была ссылочка на их полный перечень на большой набор функций которые позволяют вам итерировать этот джейсон превращать его в массивы и наоборот массивы превращать джейсон ну вот здесь на этом слайде я хотел бы обратить ваше внимание на поиск именно поиск по содержимому джейсон давайте посмотрим на первый вариант мы ищем что-то где определенный ключ равен определенному значению вы можете сделать индекс функциональный индекс вот этому выражению джейсон и и тогда этот поиск будет у вас выполняться индекс сканом то есть быстро то же самое касается и второго варианта а вот посмотрите на третий вариант там уже никакой индекс не поможет и чтобы индекс помог у вас выражение по которому вы ищите должно иметь вид что-то оператор значение тогда существует способ подобрать индекс который по этому оператору будет быстро искать вот но как это делается это выходит за рамки нашей текущей темы но тем не менее это возможно и вот надо понимать поэтому два верхних способа они быстрые а нижний способ он универсальный давайте посмотрим еще про поиск значит вот мы можете попробовать просто набрать там сверху есть пример то есть смотрите вот верхний пример что он делает пиджи класс это служебная таблица в которой находится список всех он по звездовых таблиц и индексов и некоторые девушек там их вот и с помощью select row to json вы для каждой строчки получаете джейсон который описывает этот объект вот потом вы применяете к нему оператор стрелочкой достаете оттуда значение на практического смысла в этом нет но здесь сразу иллюстрируется два действия вы превращаете запись в базе джейсон и потом из этого джейсона извлекаете какое-то поле на практике так делать не надо но другой стороны это может быть и карикатуры на некоторых программистов которые пример так и делают еще более сложным образом так что им кажется что они ничего лишнего не делают вот сейчас обращу внимание на то что в чате там спрашивают а для вообще для чего вообще нужен этот джейсон в базе но ответ такой на самом деле никто же вас не обязывает есть много способов есть много способов решать задачу есть классическая такая модель entity attribute value чтобы хранить полиморфные данные вот иногда она хороша иногда довольно плоха ввиду того что иногда порождает совершенно тяжелейшие медленнейшие запросы джейсоном это быстрее вот ну джейсон тоже есть приличное количество недостаток недостатков в общем джейсон как формат он действительно произошел из веба сами понимаете из gs и так далее вот но сказать что это только лишь хайп-веба не совсем правильно сейчас он уже так достаточно хорошо проникает скажем в индустрию суть в том что это просто первое наглядное представление структур данных для людей вот его изобрели действительно именно вебе до этого был xml на xml как-то не торкал понимаете а вот джейсон пришел и все поняли и начали использовать повсюду значит даже может быть чрезмерно начали везде его использовать хорошо но опять же имейте ввиду что пользу с вас не заставляет джейсоном пользоваться там дальше я буду приводить разные всякие примеры его использования в том числе не только для хранения данных это вот такой мощный инструмент программирования который можно использовать а можно не использовать и вы должны решать это просто исходя из целесообразности где-то позволяет вам улучшить вашу программу а где не позволяет вот и все но то что джейсон действительно важен он вот показывается именно теми графиками которые я показывал что помните там популярность джейсона начала быстро расти именно когда появился джейсон б это значит действительно это востребовано люди пользуются вот но мы видим что и популярность самого подглеса дала очень резкий скачок именно тогда когда появился джейсон б так что мы все-таки считаем что это нужная и крайне полезная вещь это конечно не единственный способ хранить полиморфные данные окей а вот такой оператор это оператор вхождения значит напоминаю что в подглесе операторы можно объявлять в расширениях это один из элементов которые может расширяться соответственно представьте себе что вот у вас есть такой джейсон который описывает компания и ее офисы вот есть компания пупкин и сыновья у которой два офиса в москве и в париже и соответственно внизу приведен кусок сквозапроса чтобы найти эту штуку вот это значит что джейсончик который содержит джесс это имя поле это не магическое слово содержит вот такой вот под под джейсон на языке человеческом это означает что мы ищем компанию который есть офис в городе париже действительно этот джейсончик является как бы частью под под джейсоном этого верхнего джейсона поэтому эта компания найдется но раз есть оператор я говорил что это может быть ускорено специальным индексом и такой индекс действительно есть в адресе вот вы можете создать индекс типа джин по поле джейс и у вас этот запрос будет ускорен таким индексом там будет используется индекс скан запрос будет исполняться крайне быстро вот давайте попробуем сформулировать какой более сложный запрос и посмотреть на что это возможно давайте искать например офисы в голицын и в москве та же самая база как вы думаете найдется вот этот вот пупкины сыновья можете не отвечать на что это медленно просто подумайте найдется это запись пупкины сыновья вот по такому запросу ну ответ конечно найдется потому что у пупкины и сыновей есть офис в москве есть офис москве значит найдется а вот внизу обратите внимание нижний вариант это тот же запрос ну сам день конечно запрос другой вот но в нашем случае он эквивалентен ему там тоже ищется компания у которой есть офис в одном из этих двух городов на внизу написано в скульном стиле здесь запрос развернут в SQL так вот то что написано сверху она может оптимизироваться по индексу то что снизу здесь к сожалению сглесовый планировщик запросов не сообразит что это можно сконвертировать какой-то вид которым можно примите индекс и поэтому нижний вариант будет исполняться последовательным сканом почему из-за не секрет вот то есть почему планировщик не может это понять просто не умеет ну то есть это не принципиально не вне принципиальное ограничение просто его надо этому еще учить возможно когда-то мы его научим вот пока он еще не умеет но на самом деле появился еще появился еще интересная тема которые там через некоторое время скажу это именно операторы поиска из стандарта 16 которые они побогаче чем то что сверху вот ну немножко победнее чем то что снизу вот и там больше возможностей по применению индексов поэтому вначале мы должны работать с ними вот то что там давайте вот сейчас можно немножко поспорить в чате про то нужен джейсон или нет а я тоже периодически буду к теме возвращаться но не сейчас искал стиль читабельнее кстати да он читабельные действительно вот этот вот птичий язык на птичку похоже до оператор лягушка больше за собачка больше похоже да вот кажется птичьим языком но знаете я вам скажу что любой язык программирования гуманитарию кажется птичьим а потом раз и привыкает так что ничего страшного надо сказать что джейсон пас то что вошло вот как раз стандарт 2016 там тоже есть весьма много не очень-то читаемых не очень читаемых вещей да что уж там говорить сам SQL он когда-то задумывался как язык там почти человеческий и считалось что какие-нибудь офисные сотрудники типа секретарши смогут писать вручную SQL запросы к базе чтобы узнать а кто у нас сегодня дежурный по офису вот но на практике оказалось что нет не такой уж он и человеческий вот давайте теперь посмотрим на более сложный запрос а именно мы ищем главный офис сейчас я вернусь на несколько слайдов назад чтобы стало ясно о чем я говорю вот наши данные видите здесь в офисе есть еще название такой вот поле name который говорит там главный он или запасной главный он или запасной и вот вопрос теперь у кого главный офис находится в голицына или в москве и здесь есть два варианта этого запроса один правильный другой неправильный вот может быть кто-нибудь готов написать в чате какой из них правильный так пока никто не сказал еще какой из них правильный у нас интересует главный офис в голицына или в москве давайте посмотрим видит ли кто нибудь логическую ошибку в одном из этих запросов вот спасибо значит первый действительно запрос неправильный потому что он найдет те компании у которых есть офис в голицына или москве а также у которых есть главный офис неважно где хоть в бодайбо вот следующий вариант он более более правильный значит точнее совершенно правильный первый вариант нам надо вычеркнуть из своей памяти и жизни надо всегда думать особенно когда вы программируете тем более таком сложном языке можно написать этот запрос на чистом SQL действительно так более читаемо почти по-русски написано то есть мы просто берем список офисов разворачиваем это в набор строк и к ним применяем уже обычный SQL так более читаемо но увы индекс вам здесь не поможет на большой базе это будет огромный секунд скан давайте дальше двинемся а а вот теперь усложним наш запрос нам нужен не просто главный офис нас не интересует значит всякие компании шарашки на конторе нам надо чтобы главный офис был от 500 квадратных метров и поэтому мы можем легко добавить вот например такую штуковину такую штуковину такую штуковину обратите внимание чтобы числовое сравнение проводить нам надо это превратить числовой тип потому что в джейсоне там нет нет разницы между текстом и числом вот но таким образом в SQL варианте мы можем легко добавить вот это вот условия больше но мы не сможем его некуда добавлять вот в этих вот в этих вот конструкциях просто некуда и мы здесь упираемся упираемся в ограниченность того языка для поиска по джейсоном которые мы вот таким образом создали действительно можно искать только достаточно простые достаточно ограниченные запросы вот что же с этим делать вот сейчас прежде чем перейдем к тому что с этим делать остановимся взглянем назад сделаем пару выводов значит итак если у нас конкретное поле в джейсоне и мы хотим искать по нему то мы просто используем обычный оператор стрелочка и можем построить функциональный индекс по этому выражению с этим оператором и тогда будет поиск по обычному индексу типа b3 вот есть поиск более гибкий с оператором вхождения джейсона вот это вот собачка больше там помогает джин индекс вот правда существуют такие сложные запросы когда в общем он уже вам не поможет который вы просто не сможете на этом языке сформулировать большая это беда или нет на самом деле не такая уж большая беда потому что вы можете скомбинировать два способа задать свой запрос то что можно спросить у индекса вы спросите вот в форме пригодной для индексного поиска а потом дополнительным критерием фильтрации уже написано в SQL стиле вы дофильтруете до конца это конечно некрасиво с точки зрения SQL как декларативного языка но зато может помочь вот но что то надо со всем этим делать что то для этого сделано то есть вначале для этого появилось такое расширение отдельное расширение от пользователя которая определила более детальный более подробный язык для поиска по джейсонам если тоже с помощью оператора вы можете применять выражение типа джейс квэри к какому-то джейсону и по нему искать вот значит об этом рассказывать не буду поскольку с появлением джейсон пасс это уже устарело и не нужно джейсон пасс это как раз то что появилось в стандарте подвес 2000 SQL 2016 и то что попало в 12 подвес над этим работали мои коллеги из компании подвес про вот и джейсон пасс как раз представляет собой такое вот выражение такой язык для написания выражений вы все знаете как фронтендер если вы фронтендер и все знаете что такое jQuery такая штука с помощью которой вы в дереве html документы можете что-то находить вот jQuery это его такой ближайший аналог для дерева джейсон документа json пасс это его дальнейшее усовершенствование вот следующая часть стандарта SQL json table на ней сейчас идет работа в 13 подвес она не успела и соответственно попадет в 14 вот но уже джейсон пасс это уже большая часть вот как работают с джейсон пасс опять же на эту тему на самом деле у Олега Бортунова есть много целых докладов я здесь не буду рассказывать про джейсон пасс все это огромная тема совершенно отдельная сейчас ну кроме того проект есть и в доке и я надеюсь скоро у нас выйдет статья на хабре про джейсон пасс соответственно я сейчас просто покажу здесь примеры когда мы то же самое делаем уже с помощью джейсон пасс значит есть ряд функций которые применяют джейсон пасс выражения к джейсону ну вот например простейшие из них джейсон пасс куэри ферст ферст она потому что она выдает первый результат который найдется внутри этого джейсон здесь в джейсоне в первом случае например мы ищем просто город в котором находится во втором случае мы ищем здесь ту запись в которой находится вернее так мы ищем здесь город в котором находится главный офис с площадью более 500 метров тоже действительно немножко похоже на птичий язычок но на своей практике хочу сказать что к этому привыкают особенно тяжело на самом деле переходить джейс куэри на джейсон пасс джейсон джейс куэри там другой птичий язык а джейсон пасс это вот ну каких-то новых птиц таких уже стандартных язык вот примерно так это выглядит то есть язык просто оказался богаче и туда удалось засунуть например операторы сравнения и кое-что еще и поэтому больший набор запросов мы можем с помощью джейсон пасс уже задавать и издавать такой форме что индексы нам помогут вот но конечно все равно это не SQL но что SQL полноценный язык а здесь язык так или иначе ограничен вот так вот выглядит полная полностью поиск в табличке по джейсоновскому полю с помощью джейсон пасс видите чтобы искалось по индексу здесь применен оператор собачка вопрос вот ссылка на статью Олега Бартунова про джейсон пасс где можно с ним познакомиться подробнее теперь давайте дальше перейдем к джейсону и еще попрограммируем на нем потом в середине джейсона у нас будет перерыв можно там тоже немножко подискутировать только не весь перерыв а потом мы продолжим то что здесь на экране вы видите это крайний случай это джейсон энтузиазм люди которые видят что есть джейсон и оказывается можно в базе хранить данные произвольной структуры они иногда просто создают таблицу в которой есть единственное поле и поле это типа джейсон пи они говорят отлично нас ничто теперь не ограничивает и мы можем любые записи там не хранить произвольной структуры и вообще совершенно разнородные вещи мы засунем в одну таблицу ну зачем разная таблица если все равно структура столь гибка вот так но так делать конечно нехорошо то есть любые крайности как мы знаем это плохо и на следующий день к человеку приходит осознание что хорошо бы иметь хоть какое-то подобие первичного ключа то есть ту записи которую мы там храним хочется чтобы был идентификатор поле по которому можно их однозначно достать тогда появляется такой индекс вот это тот самый функциональный индекс о котором я говорил кстати здесь есть ошибка интересно кто-нибудь знает эту ошибку или нет на следующем слайде она исправлена но значит здесь есть ошибка на этом слайде кто-нибудь знает или нет какая ну там давайте 20 секунд на то чтобы написать чатик в креетей был вроде бы ошибки нет значит наверно в креет индекс это очень экзотическая ошибка и тот кто не создавал функциональных индексов не догадается так пишет минус нет минус это не ошибка это здесь оператор стрелочка стоит совершенно правильный то есть это из джейсона из поля fields извлекается ну нет это это не ошибка это маразм ошибка в том что вот просто физически не сработает эта штука и не сработана потому что там еще пара скобочек нужна вот как на следующем слайде обратите внимание просто иначе он не поймет что это expression вот есть такая тонкость но на самом деле я хотел на этом слайде вот что обсудить смотрите то есть можно хранить делать индекс по этому полю например как по текстовому полю а можно делать индекс если мы знаем по построению грубо говоря что там всегда лежат инт и на самом деле можно сделать вот такой вот индекс и он будет иногда он будет быстрее или иногда он будет компактнее и тут совершенно обалденная вещь выползает вот можете даже попробовать я здесь специально написал чтобы вы долго не думали insert которым можно это проделать заполните таблицу вот обратите внимание какой интересный тут insert вот интересно какой из этих индексов может быть кто-то может просто умозлительно сказать какой из этих индексов будет компактнее по текстовому варианту или по целочисленному ответ не тривиальный мы же хотим место экономить правда вот особенно если мы платим за это место там и за скорость и за трафик за все платим в обычном хостинге амазона мы очень хотим сэкономить место хватит на мороженое ну вот что-то народ не отвечает а на самом деле если int у вас маленький текст текста что текст меньше текст меньше да или текст больше на самом деле если мы говорим о числе то представление небольшого числа может оказаться естественно меньше да то есть у нас число 3 и 4 13 или даже 1000 вот они занимают гораздо меньше места совершенно верно да текст поскольку числа небольшие да то текст может занимать меньше места чем число вот и там в силу того как устроено сравнение на самом деле которое в поиске по b3 используется оказывается что и короткие тексты сравниваются примерно с такой же скоростью как и числа поэтому если у вас там номера маленькие то тогда вам быстрее будет хранить их в текстовом виде как это не смешно а вот если они большие то тогда естественно наоборот тогда то есть начиная с там каких-то десятков миллионов окажется что числовое представление более компактно и вот отсюда следует совершенно потрясающий гуманитарный вывод что вот если вы тестируете свое приложение и тестируете естественно начиная иди с нуля и идишники у вас там маленькие у вас может получиться совсем не то что будет в реальной жизни когда идишники у вас там будут за сотни миллионов или еще хуже того поэтому не случайно я поставил здесь generate series именно вот с большими числами для тестирования правильнее брать даже значения идишников и те реалистичные о как ну хорошо значит образумливается наш программист который сделал такую таблицу постепенно вот и начинает обнаружить что есть еще какие-то трудности связанные с тем что он все поля засунул в джейсон вот например он вспоминает что в SQL есть ссылочная целостность вот есть такая конструкция референс из поля референс из что-то вот и вопрос а собственно если он находится вот на ту джейсоновскую таблицу в которой нету первичного ключа и вообще нет ни одного поля кроме джейсона ему сослаться нечего потому что оказывается здесь он может указать только название поля а вовсе даже не выражение вот потом он соображает что еще надо проверить что то самое поле на которое он хочет сослаться не нул потом он выясняет что даже это не делает его первичным ключом например для логической репликации чтобы реплицировать апдейты требуется первичный ключ или что-то что его может заменить какой-то уникальный идентификатор но им не может быть выражение поэтому человек страдая берет и извлекает айдишник все-таки скрипя сердцем в отдельное поле вот давайте еще подумаем ну понятно что этот крайний случай я привел не потому что кто-то так реально но я встречался и с такими вот но потому что в той или иной степени все люди которые начинают использовать джейсон они задают себе вопрос а какие поля я положу джейсон а какие оставлю полями вот есть совершенно четкие соображения и вот есть хорошая статья там со ссылкой внизу посмотрите значит где этот вопрос хорошо рассматривается подробно детально но вкратце соображения пример такие значит если вы храните поля в джейсон b прежде всего это занимает лишнее место вот потому что вы храните ключи и потому что в джейсона b есть еще свой собственный оверхед за счет того что это не просто джейсон а еще плюс структура которая помогает по нему быстро искать вот значит джейсон дольше извлекается значит что это такое значит в подгрессе есть такая штука тоуст тоуст это технология которая используется для того чтобы большие какие-то значения точнее большие записи ну да большие значения ну и как следствие это большие записи чтобы их можно было хранить потому что в любой базе данных и в подгрессе тоже обычно используются страницы по которым разложены записи и запись физически не может быть большой вот если запись физически не может быть большой а пользователь хочет туда засунуть гигабайт значит вы вынуждены эту запись как-то значит разделять на части хранить ее физически хранить ее в виде нескольких записей вот в подгрессе есть такая технология она совершенно прозрачная для пользователя называется тоуст вот ну так уж сложилось что она так называется глубокого смысла в этом на самом деле нет но поджаривают их эти данные чтобы они стали поменьше может быть так вот когда данные режутся на фрагменты по 2 килобайта и они там в отдельной таблице хранятся так поступают с длинными полями которые не вылезают в основную запись так хорошо значит смотрим если у вас есть большой джейсон и вы засунули в него все поля очень может быть что этот джейсон вылезет за рамки основной записи уйдет в тоуст туда куда-то и для того чтобы извлечь это поле вам этот джейсон придется целиком достать а так может быть вы могли бы не лазя в тоуст достать это поле вот то есть проблема джейсона в данном случае в том что для того чтобы какое-то поле из него извлечь вы должны куда-то слазить еще дополнительно вот может быть вам не пришлось бы это делать при обычном обычной структуре хранения ну тут есть такой значит хак в джейсон б поля с коротким названием хранятся ближе к ближе к началу поэтому если вы хотите какими-то полями пользоваться часто храните их ближе к началу то есть называйте их коротко вот значит sequence scan все же медленнее все же медленнее поскольку даже джейсон б его надо парсить ну там по-своему быстро она все таки все таки издержки есть вот с индексом сканом никаких проблем нет вот кроме того когда вы делаете функциональный индекс по тому что хранится в джейсон б у вас там не будет статистики планировщик будет скорее всего влажать вот возможно тоже придется выдумывать какие-то костыли чтобы этого не происходило значит важная тонкость что в базах данных есть типы полей даже в постгрессе вернее особенно в постгрессе в постгрессе их много есть геометрические типы там тот же самый джейсон б даты ip адрес и все прочее вот много всего есть и а в джейсон извините у вас все текстовые значения и вы теряете вот то разнообразие типов эту пользу от этого который вам дает постгресс теряете от того что превращаете все в текстовое представление вот ну по поводу читаемости мы обсуждали уже в чатике вот хорошо у нас скоро эта часть заканчивается поэтому давайте я сейчас погляжу что мне писали вот отчасти я ответил на то что там писали что парсинг джейсон достаточно медленный процесс значит парсинг джейсон страшно медленный процесс вот но джейсон б специально придумал для того чтобы не надо было целиком парсить джейсон билл уже пред предраспаршен вот и он дает overhead уже сравнительно небольшой вот хотя это не предел я думаю что мы со временем сделаем что-то еще более быстро чем джейсон б вот но сейчас пока это не главная проблема джейсоне вот что там еще интересного было ух ты ну смотрите нам здесь предлагают сейчас перейти в дискуссионную зону поскольку время основное время моего доклада заканчивается значит мы можем в этой дискуссионной зоне некоторое время поприсутствовать а потом вернемся и поговорим о джейсоне еще вот ну я могу из общих слов сказать что хранить данные в джейсоне часто бывает удобно вот и мне мне приходилось хранить джейсоне в том числе и большие там поля мегабайтного размера вот засовывать туда данные разных типов вот спрашиваете про главную проблему в типизации да как это решает ну примерно никак то есть каждый прикладной программист соображает как в его случае это решать потому что джейсон стандартная штука и можно было расширить его но тогда опять же мы мы уйдем от стандарта поэтому там вот есть в самом джейсоне типы данных булл там может быть значит может быть число может быть строка там даже даты быть не может ну в общем это проблема действительно поэтому когда вы решаетесь использовать джейсон вы должны знать какую эту проблему будете решать спасибо большое Иван очень интересный воркшоп я вернусь к ребятам через полчаса сейчас можно продолжить общаться с Иваном и с Олегом в дискуссионной зоне ссылка будет ну и в общем то уже есть под видео также можно задавать вопросы в чате в телеграме ребята с вами прощаюсь до встречи через полчаса в общем то в общем то в общем то